В эфире Петровка 38, в студии Александр Белогуров. Здравствуйте. Транспортные полицейские перекрыли крупный канал поставки запрещенных веществ. Сначала зелье приезжало в Москву и Московскую область, а из столичного региона расползалось по разным городам и весям. Стражи порядка уже задержали одного из участников банды наркоторговцев. Он отвечал за логистику и искал покупателей по всей стране. Теперь с этим менеджером по продажам работают следователи, ищут поставщиков смертельного товара. Максим Ларин расскажет подробности. Из магазина с двумя пакетами он шел через парк, и тут такая неожиданность. Казалось бы, что противозаконного совершил этот человек? Ответы знает полицейский лабрадор. Он славно потрудился и теперь вне себя от радости. Находка, которую сделала собака, лишь подтверждает подозрения правоохранителей. Этот иностранец в разработке транспортных полицейских находился давно. И вот теперь против него у следствия появились неопровержимые улики. В этих свёртках наркотики, а задержанный наркодилер. По предварительной информации, граждане одной из стран ближнего зарубежья организовали канал поставки наркотиков на территорию московского региона. В дальнейшем запрещенные вещества переправлялись в различные субъекты Российской Федерации с железнодорожным и автомобильным транспортом для последующего сбыта. Изъятое вещество стражи порядка отправили на экспертизу. Как выяснилось, в свёртках находилось почти 10 килограммов гашиша. Правоохранители предполагают, что задержанный, хоть и был всего лишь маленьким винтиком в большом преступном механизме, но играл очень важную роль. Он находил тех, кто купит запрещенный товар в разных регионах страны. Задержанный уже начал давать показания. С его помощью транспортные полицейские рассчитывают выйти не только на главарей наркобизнеса, но и на региональных покупателей. За незаконный оборот наркотиков злоумышленникам грозит тюрьма. Максим Ларин, Константин Кузнецов, Петровка, 38. Оказаться за решёткой рискуют ещё 86 москвичей и гостей города, которых на этой неделе задержали оперативники столичного наркоконтроля. Злоумышленники будут отвечать за торговлю запрещёнными веществами, за их изготовление, хранение и за организацию наркопритона. По всем фактам возбуждены уголовные дела. Полицейские изъяли у драгдилеров N-метилофедрон, амфетамин, гашиш, метадон, героин и другое зелье. 75 наркозависимых граждан попали в больницы с передозировкой. 12 из них скончались. Пополнил криминальную статистику и герой нашего следующего материала. Он освободился из тюрьмы и решил начать жизнь с чистого листа. Поселился в подмосковной электростали и нашёл прибыльную работу. Мужчина трудился, не покладая рук, даже по ночам. Но оказалось, что работа у него была нелегальной. И в прямом смысле слово «смертоносной». О том, как второй шанс обернулся новой статьей, расскажет моя коллега Алла Смотрикова. Подмосковная Балашиха. Госавтоинспекторы проводят штатную проверку машин. На очереди этот автомобиль каршеринга. Тут мужчина стал вести себя странно. На вопросы полицейских внятно ответить он не мог. Водитель суетился и повторял, что спешит на работу. С вами с электростали? Нет. А где вы проживаете? В электростали проживаю. Вы с электростали сами? С вами с электростали. Минут 10 мужчина усердно искал своё водительское удостоверение. В итоге сказал, что документы оставил дома. Зато взять из дома свёртки с наркотиками автолюбитель не забыл. В кармане куртки злоумышленника и в арендованном им автомобиле было обнаружено и изъято 9 свёртков с порошкообразным веществом. На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа. После такой находки полицейским сразу стало ясно, на какую работу мужчина спешит так поздно вечером. Экспертиза установила. В одном из пакетиков было наркотическое вещество N-метилофедрон. Работа подмосковного трудяги заключалась в следующем. От анонимного куратора он получал координаты, где находится оптовая партия запрещенных веществ. Затем он забирал мастер-клад и дома расфасовывал его на маленькие дозы. Под покровом ночи он ехал в соседний город и там делал тайники-закладки. Приступать закон этому 51-летнему мужчине не впервой. 10 лет назад он освободился из тюрьмы, где отбывал срок за кражу. Хотел в корне изменить свою жизнь, но пока изменить получилось только статью. Какое вознаграждение должны были получить? 500 рублей за класс. Сами употребляете? Да, немножко есть. Теперь с любимой работой мужчине придется распрощаться. Впереди у него новый срок. В этот раз захоронение и распространение запрещенных веществ. Алла Смотрикова, Дмитрий Трудников, Петровка, 38. Нечистую на руку пассажирку столичного метро запечатлели камеры наблюдения. Это вестибюль станции Повелецка. Женщина в белой футболке идет к выходу, но вдруг меняет свой маршрут. Она заходит за информационную стойку и начинает там хозяйничать. Без стеснения изучает полки и ящики и вскоре выходит с добычей. Утром продавец обратилась в полицию. По словам заявительницы, неизвестный в ночное время вскрыл дверцу прилавка и похитил оттуда различную сувенирную продукцию, причинив материальный ущерб на сумму более 36 тысяч рублей. В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции в кратчайшие сроки установили личность злоумышленницы. Ею оказалась ранее судимой за точно такое же преступление 33-летняя жительница Якутска. Все, что женщина унесла с собой, она успела продать, а на вырученные деньги отметила такое событие. Теперь злоумышленнице придется расплачиваться своей свободой. За кражу ей грозит путешествие за решетку. В подмосковном Королеве вор-рецидивист устроил гонки с полицейскими на краденой машине. Вот инспекторы замечают похищенную иномарку. Требования об остановке водитель игнорирует. Патрульные моментально садятся в служебный автомобиль и начинают преследовать подозреваемого. Лихач делает все возможное, чтобы скрыться, пересекает сплошную и совершает рискованные маневры. В какой-то момент злоумышленник загоняет себя в тупик. Он оставляет машину и бросается на утек. Убежать не получилось. Заявлением о краже автомобиля обратился житель Королева. В городе ввели план-перехват, в ходе которого и удалось задержать автовора. В угнанной машине лежали перчатки и глушитель радиосигнала. По данным следствия, мужчина успел угнать еще две иномарки в Королеве и Химках. Общий учеб составил 8 миллионов рублей. Известно, что задержанный уже был судим. На этот раз серийному вору грозит 10 лет тюрьмы. Правоохранители устанавливают, были ли у рецидивиста сообщники. О том, что еще попало в полицейские сводки, смотрите далее в коротком видеообзоре криминальных происшествий. В Нижнем Новгороде транспортные полицейские задержали двоих топ-менеджеров предприятия водного транспорта. Они больше года воровали речной песок, который добывался в акваториях Акии и Волги. Злоумышленники похитили почти 500 тысяч тонн песка и незаконно продали его своим знакомым предпринимателям. Ущерб 65 миллионов рублей. За кражу в особо крупном размере аферистам грозит до 10 лет лишения свободы. В Волгограде стражи порядка совместно с коллегами из ФСБ проверили документы у 150 иностранцев, которые живут и работают на территории города. Правоохранители выявили 23 нарушения. 10 человек находились в России нелегально. Еще 13 были незаконно трудоустроены. Мигрантам придется заплатить штрафы и вернуться на родину. В Саратовской области Лихач устроил игру в кошки-мышки с инспекторами ГИБДД. Это было не самой лучшей идеей. Стражи порядка получили сигнал от коллег о водителе белой иномарки, который делал очень рискованные маневры на дороге. Полицейский требует, чтобы автолюбитель прижался к обочине, но тот лишь прибавляет скорость и даже не думает останавливаться. Инспекторы принимают решение применить табельное оружие и стрелять по колесам. Но нарушитель словно оказался в компьютерной игре. Он готов выжать из машины все, что только можно. С пробитым колесом Лихач все еще не теряет надежды скрыться от полицейских. Съезжает с дороги и после непродолжительного заезда в поле останавливает машину и бросается на утек. Но далеко убежать возмутителю спокойствия не удалось. Его скрутили. Оказалось, за рулем был изрядно подвыпивший мужчина. За езду в нетрезвом виде он уже привлекался к административной ответственности. Теперь же стал фигурантом уголовного дела. Тюменские полицейские по горячим следам вычислили и задержали дерзкого грабителя. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. По составленной ориентировке сотрудники патрульно-постовой службы задержали подозреваемого в одном из парков города. Ранее неоднократно судимый 36-летний житель Тобольска пояснил, что он пришел в салон сотовой связи с целью хищения имущества и денежных средств. Задержанный осуществил свой зловещий план, но не подумал о последствиях. Зашел с пилкой по металлу, угрожал пилкой про жустицы, все-таки ее увел в комнату и собрал с ним переходить. Сумма ущерба составила почти 300 тысяч рублей. Несколько телефонов грабитель успел продать. Большую часть стража порядка изъяли и вернули в салон. Любители чужого имущества теперь ожидают новый тюремный срок. В республике Коми полицейские задержали очень совестливого и вдумчивого молодого человека. Правда, думать и испытывать муки совести он начал уже в отделе полиции. А до этого аферист регулярно навещал бабушек и дедушек ради быстрого заработка. И прекрасно понимал, что участвует в мошеннической схеме. Но, как говорится, деньги не пахнут. Материал Юлии Ковалевой. Легких денег нет, тем более в интернете. Идите, работайте, зарабатывайте. Сначала сделал, потом подумал. Проанализировал ситуацию парень уже после того, как оказался в наручниках. Задержанный исполнял роль посыльного. В криминальной схеме. Начиналось всё с того, что потерпевшим звонили якобы правоохранители. И сообщали, их родственники стали виновниками ДТП с пострадавшими. Избежать уголовной ответственности помогут деньги. Чтобы спасти своих близких, напуганные пенсионеры отдавали все сбережения курьеру. Молодого человека задержали сразу после получения полумиллиона рублей от очередной жертвы. Аферист и не догадывался, что был в оперативной разработке. А что там в пакете находится? В пакете? В одном, вот лежат, вот пожилым людям говорили, что типа, они должны завернуть деньги, чтобы курьер не понял, что там деньги. Что это посылка или что это. Чтобы курьер не украл деньги. Ларисе Игнатьевне повезло. Деньги ей вернули. Но пенсионерка в шоке до сих пор. Она очень испугалась за дочь Татьяну. Мужчина позвонил, посол по волну. Мне говорят, это следователь. Надо платить полтора миллиона. Я говорю, оттуда мне деньги-то. На самом деле, дочь пенсионерки ни в какую аварию не попадала. О том, что произошло, она узнала от матери. Спасибо большое сотрудникам, что так оперативно все сделали. Все нашлись, деньги нашлись. 27-летний курьер наведался еще к пяти пенсионерам. В общей сложности старики отдали ему более двух миллионов рублей. Задержанный признался в содеянном. Он пояснил, что осознавал незаконность своих действий, однако согласился на работу, поддавшись возможности быстрого заработка. В отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Он находится под домашним арестом. Молодого человека ждет колония. За мошенничество он может угозить туда на 6 лет. Юлия Ковалева, Дмитрий Трудников, Петровка, 38. А у меня на этом все. До встречи.